Девушки отдыхают и рассказать о том воркшопе, который проводили они с студентами. Это была программа студентов архи и студентов Вологодской кафедры. Концепция была в том, чтобы разработать типовые малые формы, которые были бы применены на общественных пространствах малых и среди генералов. Мы рад вас всех видеть еще раз и уже теперь в рамках дней архитектуры в Вологде на замечательной площадке дома архитектора. Меня зовут Иван Матвеев, творческое объединение «Дмитровка». Я архитектор, главный редактор интернет-проекта «Анастасия с точками». Сегодня с нами еще Константин Матвеев, наш партнер, компания «Сибирь и друг» «Сокольский дог». В рамках творческого объединения «Дмитровка» я веду разные проекты, образовательные, медиапроекты и и тому подобное. Проект «Анастасия с точками» – это сайт. В рамках этого проекта мы берем определенные темы и стараемся о них рассказать. Текущая тема нашего журнала – это «Русский юг», а предыдущая – это «Русский север». По результатам сбора материалов входят сборные номера, которые можно скачать с нашего сайта. Далее эти темы продолжаются уже непосредственно на сайте. На одной из направлений работы – интервью с людьми, чья деятельность направлена на возрождение родной страны. Уже опубликованы материалы такими людьми, как отец Дмитрий Смирнов, митрополит Улагоцкий и Великолоческий Игнатий, митрополит Архангельский, историк и ведущий Ферикс Разумовский, писатель Александр Проханов, историки русской архитектуры – реставраторы Игорь Шуркин, Ольга Сиван, Михаил Мильчик, авторы монографии по «Русскому северу» Уильям Брумфилд и Ричард Дейвис и другие. А также в рамках этого проекта в цели популяризации отечественной культуры и сохранения наследия мы проводим ежегодные конференции в рамках международных фестивалей, в частности «Зодчество» в Москве и других фестивалей, на которые мы приглашаем ведущих специалистов по этим темам. Следите за новостями на сайте anastasy.me. Сложилось так, что, в общем, мой отец и дед, они родились в деревне Воложской области, и я, соответственно, закончил мархив. И вот, смотря на голоду, мне захотелось что-то сделать для города, и, собственно, так очень удачно вышло, что на площадке, грузователем площадки нашего друга Никита Орсатова в Москве, мы познакомились с Константином Бриновым, писателем компании «Сокольский долг». И Константин и компания «Сокольский долг», вот они согласились нам помочь в реализации этого воркшопа. Я немножко расскажу про летнюю школу «Точка роста» в Москве, собственно, площадку которой мы познакомились с Константином. Так, тут есть текст. Значит, в общем, «Точка роста» — это летняя школа, которая сейчас идет. Это курсы архитектурных практик, объединяющие ряд образовательных программ, стажеров и проектных семинаров для студентов архитектурных узлов, а также инициативный проект партнеров курса. Основная площадка летней школы — это архитектурные кавороны в Центральном доме архитектора, соответственно, Гранатный дом 9. В рамках этой школы собран пульп партнеров, соответственно, это молодежное объединение Совета Московских архитекторов, национальная инициатива «Живые города», наше творческое объединение «Дмитровка», архитектурное бюро «Синкродекча», агентство развития городов «Точка роста», архитектурное бюро «Осадово», мелокандное настроение, архитектурное бюро «Артгруппа» «Старкстудия», институционный и строительный комплекс «АИС». В этом году участие в летней школе «Точки роста» бесплатно. Школа уже началась, чтобы в нее попасть, нужно отправить заявку, соответственно, по почте. В рамках творческого объединения «Дмитровка» я провожу образовательные программы. Воркшоп – это одна из них. Помимо этого, есть курсы для архитектов, для молодых специалистов творческих вузов. Воркшоп называется «Наши Вологи». Название выражает наше желание для Вологи сделать что-то хорошее. И в рамках этого воркшопа мы с городом общались, и город нам выдал, соответственно, три площадки, ну, из тех, которые мы предложили. И на этих трех площадках мы предложили студентам, участникам запроектировать какое-то благоустройство. Здравствуйте, меня зовут Ракова Ксения, я участница воркшопа «Наши Вологды». Мы с группой девочек, это Дариной Грузневой, Екатериной Герасимовской и Агассиевой Рядной, и все вместе выполнили это задание. Так, около фонтана мы решили взять идею «Брызг воды». И в результате сделать маленькими формами, вот такими модульными, кубиками, удлиненными параллельно-пипедами, показать, что это как бы «Брызги». Так, если на «Агент-Лайн» смотреть, то это вот здесь вот находится. На нижнем же «Стиллобате» мы решили сделать небольшую зону отдыха, потому что замечали, что летом из художественных школ приходят туда дети и рисуют. Собственно, вот это четыре группы, которые делали задание для этого ракшопа. Сейчас ситуация такая, мы продолжаем ракшоп дальше уже с учетом тех пожеланий, которые мы получили от непосредственно руководителя-тракцентра и вот основываясь на том, что нам говорят электронные сообщества. В дальнейшем, я думаю, что работа над этим будет продолжена уже на два школы летние, о которых я говорил. Сейчас мы получили, не оцениваемый фидбэк фактически, на Зоустовинского и на Гранд-театр. И я думаю, что с учетом этого мы какие-то кальчировки обязательно будем носить. Уважаемый коллеги, очень приятно видеть вас здесь всех. Вы здесь даже неожиданно, на Вологодской земле. Вот, да, неудачно. Вот, для тех, кто не знает, я представляю компанию Сегежгрупп, предприятий Вологодской области Сегежгрупп достаточно много находится. Это, собственно, основное предприятие, которое представляет Соковский ДОК, о котором я здесь сегодня говорил. Другие предприятия. То есть, чем для Сегежгрупп интересен проект нашего Вологода? Здесь практически все слова, которые в нем присутствуют, они, каждое из них, там полным смыслом. Во-первых, наше, да, то есть место, где мы находимся, где компания ведет свое деятельность, это наше место, мы за него ответственно. Ответственно, да. Это и моно города с системообразующими предприятиями, где она находится, когда предприятие группы компании, «Сегежгрупп» в данном случае «Волкшопов», о котором мы в дальнейшем тоже там можем поговорить, в том числе и в рамках реализации программ «Волкшопов», которые мы ведем уже не первый год. То, что касается Вологода, Вологода практически это столица развития деревянной технологии, основной как бы столица огромного кластера, то есть она должна демонстрировать все возможности современного продукта дерева, то есть как индустриальные, так и экологические, конкурентоспособные преимущества, потому что это один из немногих продуктов высокой индустриальности, который абсолютно уверенно конкурирует на мировых рынках. То есть будь то продукция бумажно-целевозной промышленности, будь это фанера, будь это доска, будь это клеем деревянной конструкции и так далее, да, мы должны этим гордиться, мы должны это показывать. Третий момент. Мы живем в такое время, когда все происходит очень быстро, если проект реализуется от момента задумки до момента реализации фактически одного момента, он уже начинает морально устаревать. То есть, соответственно, если проекта нет здесь сейчас, то его нет вообще. То есть отсюда вопрос коммуникации, коммуникации власти, коммуникации архитекторов с конструкторами, конструкторов со строителями, строителей как бы в обратную сторону, с архитекторами, ну, контакта в целом с населением, да, для которого все делается. Вот. Третий момент, который с точки зрения реализации для нас интересен, это взаимодействие с молодым поколением, который входит в отрасль, да, то есть вхождение в отрасль, оно сразу должно быть с высокой планки, и всем архитекторам должны понимать, что реализация любого проекта, она в результате, если они хотят, чтобы он был реализован, она должна быть завязана на технологии. И вопрос вот этой коммуникации архитектор-конструктор, конструктор-строитель, она должна загладываться, ну, по большому счету, с самого начала. Тогда архитектор будут успешными, востребованными, нужными, у них будет, ну, всегда много работ. Проект абсолютно вписывается в концепцию развития, в глобальную концепцию развития социальной ответственности компании «Сегежи Групп». То есть это то, что развивается здесь в Вологде, будет в дальнейшем реализовываться в других городах, как в республике Карелия и в других регионах присутствия. Надеюсь, что впоследствии, может быть, даже экспансия будет за рубежом сделана, когда мы отработаем эти все инструменты и механизмы. Поэтому Вологде «Сегежи Групп» уже реализовывал проект, связанный с развитием территории, как бы там с открытием памятника. Но мы хотели бы, чтобы проекты все были в динамике. Динамика заключается в том, что проект стартует, продолжается постоянно развиваться. То, что касается проекта, на который мы обратили внимание, то есть те, кто приезжали, участвовали в Ворушопе, мы проводили мероприятия в нашу московскую офису, обсуждали эти проекты, рассматривали детали, увидели для себя много интересного. Динамика материала, его возможности, что он не просто так линейно таска используется, а у него появляются какие-то, новые возможности. Это очень интересная тема. Для нас это важно, что мы всегда ищем новое и стараемся это реализовать. Хотелось бы, чтобы эта тема не затерлась в проекте. Очень много в нашей жизни происходит в каких-то вещах, которые в наше сознание входят как естественный элемент. Вопрос, входит он как элемент архаики или как нечто современное. Здесь есть элементив, который одним из своих проектов очень четко подчеркнул вот эту возможность. Когда старая форма переходит в абсолютно новое содержание. Я говорю про проект микродома. То есть эта форма характерная для логорского областа сарайки, обычного сарая, который превратился в микродом, который становится зоной ресепшн одного из ведущих мировых фестивалей по дизайну, по расстоянию. То есть он работает. Дерево, тот материал, который экологичен. Соответственно, появление каких-то доминантов в виде сковоречников или еще чего-то, которые говорят о том, что городская среда может контактировать с живой природой, создавать новые какие-то формы. Это тоже для нас очень важно. Поэтому я считаю, что на этой стадии проект нашего орда для нас является удачным. следуя шаг за шагом, мы понимаем, что проект может быть как образовательным, так и, скажем так, ценностным с точки зрения архитектуры, дающим возможности для поиска новых конструктивных решений и возможностей. И самое главное, можно будет посмотреть на дерево как на современное, как на дерево, как на ценное, подчеркнуть те особенности региона, города, в котором это все происходит. Поэтому мы с ОКОС КИДОК и СИГЭЖГРУП с радостью поддержим этот проект. Будем, ну, в принципе, мы и так поддержим этот проект. Будем надеяться, что какими-то модулями, элементами он будет заходить в другие там моногорода, где мы присутствуем. Тем самым создавать и ответственно относиться к той территории, на которой мы находимся и где мы работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова